Девушки отдыхают Молоко купил Матроскин, вот, целую посылку прислал Спасите, ТК, на нас напали, ТК Срочно ждем Простоквашино Пап, надо ехать в Простоквашино Непременно К этой штуке прилагается инструкция Пап, там какая-то катастрофа Согласен, полная катастрофа Папа, землю захватили Марсианские людоеды Очень хорошо Что? Вера Павловна, куда же ты? Мам, в Простоквашино Как у тебя в школе дела? Дядя Федор Да в школе каникулы А в Простоквашино Поехали Я ее поймал и зафиксировал Бегу Грустный смайлик Ты, Шарик, никудышный охранник Какой-то неведомый вредитель Провода в доме грезет Ферму разносит А Шарик наш в лесу с зайцами селфи делает Ферму ты сам разнес Когда грызуна поймать пытался А с зайцами я дружу Чтобы они у нас молоко покупали Балбес ты, Шарик Зайцы не пьют молоко Они траву едят Я в рекламном бизнесе недавно Понятно? Понятно, что толку от тебя Как от Гаврюши молока То есть никакого Как никакого? Да я, между прочим, специальный блок завел Блок завел? Ты тогда на улицу жить иди Мне блохи специальные не нужны Нет, обычных жить я нет Ой, грызун, да я тебя сейчас поймаю Ну что, поймал? Рыцарь Тефлонский Поймаю У меня в голове план появился Если она еще раз уползет У меня голова отвалится А я не могу без головы Меня по телевизору показывать перестанут Ну, может, на радио приглашать начнут Мне же на репетицию пора А у меня лекция через час Дядя Федор Дядя Федор, будь братом Посиди с сестрой Ого Вот у кого голова отваливается Что это? Дорогие мои, мама и папа Я уехал в Простоквашино Там моя помощь нужна Ваш сын, дядя Федор Ну, ловушку, холодильничка поставить Это я еще понимаю Но в засаде на печке сидеть Это дурацкий план Не дурацкий, а стратегический Холодильник с печки Лучше всего просматривается Главное, чтобы грызун поверил, что мы спим Главное, на самом деле, не заснуть Шарик Ты опять, что ли, с печки упал? Нет Это не я Грызун! Спасите, помогите! Ура! А я знал, что дядь Федор вернется Здравствуйте Здравствуйте Из электричества все молоко прокисло А охранничку нашему, хоть бы хны Ничего не хны У меня, может, самого компьютер не работает Интернет А вы, глядя, вон все подписчики разбегутся Оба твоих подписчика за этим столом сидят Хипстер амбарный А Пичкин как поживает? Одичал совсем, Игорь Иванович Людей пугает В окна заглядывает и просит бандероль куда-нибудь отправить Раду вы меня За счетов списываете Мы теперь посылки по интернету отправленные доставляем Во! Пожалуйста! Только я вам ее все равно не отдам И конфеты ваши не предлагайте Ура! Электричество, наконец-то! Электричество! Кажись, автоответчик ваш того А нет, не того Дядя Пичкин, а садитесь с нами чай пить Я печенье из города привез Печенье я люблю! Только с посылки вот этой я не встану А мы ничего и не заказывали У нас другая почта есть Электронная Дядя Федор, ты мне тут звонишь Ответь! Это мы и папа, и мама Дядя Федор, ты где был? Мы и тебе звонили, и Шарику с Матроскиным Так у нас электричества не было! Здрасте! А как девочка ваша? К лотку уже приучили? Вера Павловна, где она опять? Ваши детки, как молоко на плите Отвернись и убежали! Ай! А ну-ка, прекратите распаковываться! Мне еще за доставку не расписались! Вера Павловна Ваша Вера Павловна Еще разговаривать не умеет А телефоном пользуется лучше меня Сама себя по почте отправила О как! Дама-дама Ну вот, первое слово Вера Павловна не мама А там-атама какая-то Грязан! Хватай его! Да ну! Простоквашина! Простоквашина! Маршрут построен Лови! Вот так Да мы эту Тама-тама увидеть не могли А теперь только ее и наблюдаем Зато Вера Павловна никуда не уползает А чем мы это пополнение кормить-то будем, позвольте спросить У нас даже электричества нет А все потому, что кое-кто своим лишним весом все провода оборвал Хватит ссориться Мы электричество свое делать будем Если бы мы на электричке поехали То давно бы уже в Простоквашино были А мы не для того машину с кондиционером покупали Чтобы на электричках ездить Мы машину с кондиционером покупали Чтобы с комфортом в пробках стоять Здесь поворачивай Я когда на лыжах шла, короткую дорогу запомнила Велосипед я вам не отдам Я на вас и так злой Посмотрите, в чем мне работать приходится А может вы нам его по бартеру отдадите? А вы меня не пугайте Я ваших бартеров не боюсь И вообще У нас одного клиента нельзя больше двух минут обслуживать Следующий По бартеру это значит поменяться на что-нибудь Например, вы нам велосипед, а мы вам молоко Что я вам? Молоденец молоко пить? Вот если бы вы мне мороженое предложили Следующий А давайте так Мы с помощью вашего велосипеда электричество произведем И холодильники запустим И тогда сделаем вам столько мороженого Сколько вы на этом велосипеде увезти сможете О, а вот это уже совместное предприятие называется Что-то мне подсказывает, что мы не туда приехали А мой навигатор показывает, что правильно Скажи, пожалуйста, мальчик, что это за деревня? Простокашино Простокашино? Надо было до права повернуть Ага Ничего не понимаю Тебе в навигаторе надо мужской голос выбрать Женский часто право и лево путают О, ну как ты, ты Готово Первая скорость Системы вентиляции Вторая скорость Системы освещения Третья скорость Есть третья скорость Системы охлаждения Ура! Четвертая скорость Молодец, Шарик! Сейчас твой компьютер с интернетом заработает Ладно, жми! Жми! Шарик, молодец! Пошел! Я же говорил, тормоза не очень Теперь у меня ни велосипеда, ни мороженого Да я на вас жаловаться буду И откуда в тебе, Шарик, эта разрушительная сила проснулась? Может, мы тебя кормим слишком хорошо? А не надо было меня подбадривать Падок я напохвал Вот оно, это опасное существо Советую вам немедленно отпустить нашу дочь Да Похоже, оно не опасное, а полезное О, Вера Павловна, как ты выросла Вот так А чего вы без света сидите? Экономите? Да мы хотели свое электричество сделать А сами печкой на велосипед сломали Идея хорошая Ее бы чуть-чуть докрутить Готово! Осталось решить, кто эту машину испытывать будет У нас собак только одна жизнь О, пусть он матроскин испытывает Я, между прочим, представитель малого бизнеса Меня беречь надо Ну и что же мы будем делать? Думаю, решение где-то рядом Таким образом, постоянное питание Преобразуется в переменный дом Здравствуйте, дорогой Игорь Иванович! Присаживайтесь с нами Выпейте лимонаду Некогда мне с вами рассиживаться Знаете, что ваши экспериментаторы с моим велосипедом сделали? Я на них жалобу написал Вот сижу, думаю, куда отнести? В правление? Или к самому президенту? Мы же не специально Мы в расчетах ошиблись А велосипед ваш мы немного усовершенствовали Вот вам обещанное мороженое Ну, так это совсем другое дело Я ведь теперь на нем и письма, и посылки развозить могу И раз уж нам всем так нравится жить в Простоквашино Мы с папой решили построить тут дом Побольше и с бассейном Ура! Ох уж эти городские Приезжают, уезжают Но всегда возвращаются сюда В Простоквашино А тормоза-то где? Собственно Тормоза! Назовите столицу Венесуэлы Правильно! Каракас Пап, привет! Здрасте! Дядя Федор, ты же сделал задание по географии? Ну, так я вот сейчас делаю Это хорошо Мы сегодня с мамой Твоего учителя встретили Надеюсь, вы шептались о том, что дядя Федор сегодня же пришлет готовое задание Или завтра же ты возвращаешься в город С сестрой Ну, ничего, ничего Я банкрот! Тихо ты! Хочешь, чтобы его в город забрали? Видишь, занимается человек А кто мне помогать будет? Коровки мои доиться перестали Конвейер стоит! Я помогу! Я в лесу поведение животных, знаешь, как изучил? Шарик, если ты мне поможешь, я тебе селфи-палку подарю Давай, Шарик, давай! Думай, думай, как корова думай! Может, они, это, от непогоды закручинились? Надо их развеселить И они снова доиться начнут Шарик, я всегда знал, что ты редкостный балбес А ты, оказывается, еще и гений! Ух ты! Как всегда, все самому делать приходится А за окошком месяц май Месяц май Месяц май Кошмар Назовите горную систему, расположенную в Европе Карпатая! Хватит подсказывать! А где все? Вы чего это, развлеклись? Мы пытались ее побороть, но она сильнее Кто? Коровья депрессия Грустное состояние души такое Как же мне вас теперь лечить? А никак Все мы лишь пылинки в хаосе бытия И мироздание Крым Крым Точно, карибы! Крым 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 Осталось только солнце нарисовать и все Не получится Наш Микеланджело Рязанский Всю желтую краску на песок извел А что мне, песок с зеленой краской что ли рисовать? Да хоть бы и зеленый Это тогда травка была бы А так ты моих коровок без солнышка оставил Чем же нам солнце заменить? А давайте нашу собаку баскерили и фосфором намажем И вместо солнца под потолок подвесим Ну ладно, если это делу поможет, то я готов Никого мы подвешивать не будем Люди зимой за солнцем в солярий ходят Ура, солярий! А где же мы его возьмем? Там-дама, там-дама Мой холодильничек! В-ü-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok Ого, мои коротки топленое молоко давать начали Шарик, готов рекламу И поэтому в тропиках у всех всегда хорошее настроение Готово И молочко не забывай, а лоток убирай Морт давно закончился А коты все Орут и орут демоны Физкульт-привет, молодежь Здравствуйте О, из дома посылка с подарками пришла Может и пришла Только отдать вам я ее не могу Знаем, знаем Потому что вы вредный деревенский почтальон Соблюдающий инструкции Корень зришь полосатый Ну, я пошел Жаль Мама сказала, там и для вас подарочки есть Для меня? А чего за подарочек? Вообще-то По инструкции Подозрительные посылки и без документов скрывать можно К сожалению, дядя Печкин Это самая обыкновенная посылка А ты не спеши Тут надо ответственно подходить Подарки, говорите Подозрительно легкая посылочка для нас Шестерых Будем вскрывать Лето выдалось прохладное Мы решили, что так вам спать будет комфортнее Мама и папа Жарик, это тебе Ух ты Теперь меня Матроскин на улицу спать не выгонит В пижамах на улицах не спят А про меня не забыли? Вот, это вам Спасибочки Вот, если бы у меня вчера такой звонок был Я бы в лося не врезался Дядя Федор Кажется, твоя мама размер перепутала Просто она не знала, что теперь тебя из космоса Невооруженно взглядом видно Это блох твоих из космоса видно А я, если захочу, в любой момент похудеть могу Ой, убили Да ну вас! Матроскин, ты же похудеть решил А я и худею А я и не знал, что в ремне без штанов похудеть можно Темнота ты, египетская шарик Это там и там, а мне электрический поезд для похудания сделала Главное его снять вовремя, чтобы фигуру не испортить Ну-ка, взвесьте меня, вдруг я уже перехудел Ну сколько там? Вообще-то для кота многовато Это ж твои любимые бутерброды Вы видите перед собой нового матроскина Новый матроскин не ест бутерброды Новый матроскин рано ложится спать Потому что во сне есть не хочется Сомри! Ну здравствуй, новый матроскин Вот как бы Гаврюше объяснить Что в футбол только двумя ногами играет Ого, вот это цепь! А где же кот ученый? Здесь я Друзья, вы же поголодаете со мной неделю? Брось, матроскин, поешь уже Вам не понять, вы-то в пижамах спали Что бы мы ни передумали, пойду ключ в речку выброшу Дядь Федор, может мы эту недельку в городе пересидим? Он ведь нас голодом заморит А без нас он себя голодом заморит Мы ему по-другому похудеть поможем Выбросил Теперь мы вместе знаете, как похудеем? Ну-ка, матроскин, повернись Да ты, кажется, уже похудел И точно, сходну Померь, может сейчас подойдет Ура! И это сработало! Хорошо, что я запасной ключ не выкинул Еще один пирожок и все Два часа уже там сидит Может, пора МЧС уже вызовы? Матроскин, ну не расстраивайся Хочешь, мы вместе в спортзал ходить будем? В спортзал пусть люди ходят Коты ближе к кухне держаться должны Успешный кот обязан солидную фигуру иметь Извиняйте, товарищи соседи Вот у меня тут вопросик сформировался А к звонку больше ничего не прилагалось? Товарищ Печкин, вы видите, мы заняты Завтра приходите А, конечно, конечно, извините А вот в пижаме он бы со мной и разговаривать не стал Тама-тама Худеть с комфортом – это по мне Помогите здесь пирожки с капустой Слышь, Матроскин, ну сто процентов сработает, точно говорю? Шарик, ты когда домик на дереве строил, уверял, что врачи надежные жильцы Они мало того, что не заплатили, так еще все стены изрисовали Короче, план такой Я снимаю ролик, который становится этим Ну, бактериальным Каким? Ну, то есть этим, ну, вирусным В общем, о нашей ферме весь мир узнает Шарик, почему-то мне кажется, что сейчас ты что-нибудь попросишь И тогда ты купишь мне новый телефон На мой Гаврюша наступил Слушай, если о моей ферме узнает весь мир, будет тебе телефон Есть! Так, чтобы такое снять Вера Половна, если мама увидит тебя такой Мы первой же посылкой вместе в город отправимся Пойдем-ка тебя переоденем Так, чтобы такое снять Не то Котика надо запустить Матроскин, считай, ты уж знаменит Сейчас он весь мир увидит, как смешно ты в окно вылетаешь Шарик, если ты сейчас нажмешь эту кнопку Все простоквашино увидит, как смешно ты вылетаешь из дома с вещами О! О, смешной ребёнок По-вашему, мой дядя на порошковой фабрике работает? И Вера полна Если тебя такой увидит мама, она и нам шеи намылит Привет, девчонки! Здравствуй, матрошка! Как дела у вас? Как, Вера Павловна? Здрасте Нет, у нас тут ушли Всё, всё, всё хорошо Проблемы со связью Мы перезвоним Звоните, не пропадайте Ой, у меня тут запись не включилась Может, ещё разок, а? Тома, ты чего? Это же для общей пользы Десять тысяч просмотров уже Ура! Оно вирусное! С тебя новый телефон Шерик, телефон я уже купил Давай же его скорее А я уже отдал Вере Павловне Как ты, Вере Павловне? Так это же она видео сняла Чего? Да, Шерик Были мы в доме хозяева А стали какими-то аниматорами Вера Павловна, тебе пора спать Ого! Вы по работе, Игорь Иванович? Или телевизор посмотреть? Я по-личному Вот, потерялся зверёк неизвестной породы Очень умён и чрезвычайно опасен Нашедшему обращаться в поликлинику Отдел опытов Ну а мы-то здесь при чём? А при том, очень уж она на вашу тыры-пыру похожа О! Я её сейчас с фото сверять буду Тут вознаграждение полагается Таму-таму, дядя Печкин Вы ошибаетесь Она совсем не агрессивная А вы заходите Ага, что я вам, дурачок? Написано же, опасная А, кстати, где она? Наверное, погулять пошла Любит она кости размять Когти размять? Я, знаете что, позже зайду Только сами не сверяйте Это я придумал вознаграждение получить А правда, где она? И Вера Павловна нет Вера Павловна! Таму-таму! Вера Павловна! Таму-таму! Таму-таму! Говорил я дяде Фёдору От этой, там и там И одни неприятности Нашёл! Охотничий рог свой нашёл Интересно, кто его в печку выкинул? И правда, кто же это мог быть? А это что? Что же получается? Наша там и там и та самая Из поликлиники Ух ты! Дядя Фёдор! У нас тут незаконная перепланировка! Дама-дама! Мама! Да там-таму! У меня тренажёр для похудания Специально неправильно сделала Ух ты! Красиво! Как в метро! Вера Павловна! Вот ты где! Там-таму! 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 Ты чего? Это же твой ошейник! У меня такой же в детстве был Только без этой кнопки Вот почему она агрессивной стала И умной Нельзя её туда возвращать Да, вообще-то она в хозяйстве полезная Но ведь Печкин её сверять придёт Надо сделать так, чтобы он передумал Есть кто дома? Свежей прессе! За чудовище вашу! Вознаграждение повысили! Печкин! Сверять будете? Уйдёт ведь! Аккуратней! Ужас! Игорь Иванович! Помогайте! Ээээ! По инструкции сперва надо в город начальству на пейджер сообщить Батюшки! Держите её! Я накину ошейник! Сорвалась! Что же вы, Игорь Иванович? Мы её почти поймали Ох и здоровая! Сверить успели? Да нет Что-то я передумал Хлопотно больно А я не люблю, когда больно Правильно, что ребятишек дома держите Когда такие монстры по округе шастают Вот ведь! Забыл совсем Мне же ещё на почту надо Пока солнце не зашло Неправильно ты, дядя Фёдор, огонь разжигает Надо не бумагу, а бересту класть Меня так папа учил А меня папа учил, что бумага не бесплатная А я своего папу не помню У меня от него только фотография осталась Вот! О, твой папа пожарный? Такие медали за отвагу на пожаре дают А я думал, он лесоруб Значит, во мне гены героя пожарника? Как же это приятно! Приносить людям пользу Приносить людям пользу Пожарный контроль Шарик! Ты что творишь? Отсутствие пожарного выхода на производстве Три дня на исправление нарушений Три дня, понятно? А сметану куда? Эй, ты что? Теперь не сгоришь, дядя Фёдор Эх, мы его на улице подобрали Отмыли В человека превратили А он нам производство останавливает А ну-ка верни деталь! До устранения нарушений не положено Чего это вы на всю улицу собачитесь? Шарик наш решил пожарным стать Как его отец Так ведь это не папаша его иной В газете об этом писали Этот героический пёс Шарика вашего Из горящего сарая вытащил А кто же тогда папа Шарика? То-кто Сторож в сельпо Звали то ли барон То ли Байрон А, вспомнил Бобик На складе колбасы объелся И ветеринарку загремел Больше его Пастоквашина не видели Ну, счастливо оставаться Соседи Шарик, пойдем в дом Матроскин твой любимый пирог испек Чтобы я как папа объелся и исчез Ну, здесь все равно лежать нельзя Я пожарную дверь делать буду Как ты хотел Я хотел быть похожим на отца А теперь мне хотеть нечего Да Надо нашего Шарика как-то домой возвращать А то с кем я ругаться буду? Кажется, я знаю Кто нам может помочь Можно нам старые газеты посмотреть? Вдруг там и о папе Шарика заметка есть? Заполните бланк на посещение архива В течение месяца разрешение придет Ну и парочка дней на оформление пропуска А побыстрее нельзя? В архив это вам не в лес за грибами сходить Режимный объект Прошу очистить помещение Технологический перерыв Пара гниды Запряженный зарею Заполнили форму? А мы передумали Вот хотели подрастающему поколению Лучшего работника месяца показать Ну, чтобы было на кого равняться Ну, это правильно А грамоту за что получили? Эту? Не-не, вон ту повыше А, первое место за бег с посылкой по пересеченной местности А это за срочную доставку груза неизвестному получателю Девяностое было А вот это с пятнышком за то, что я почтового голубя обогнал Голубю это не понравилось А вот это за слона Ммм, ну и что, и слонов доставляете? Э-не, на шахматном турнире работников почты На третьем ходу слона съел В буквальном смысле Как интересно А вот это розовое? Эту я на конкурсе танцев получил За второе место Второе? Не ожидал от вас У меня туфли скользкие были Шаник! Шаник! Мы про твоего папу заметку нашли Что, Бобик еще кого-то обворовал? Съев некачественный товар Храбрый пес вывел жуликов-продавцов на чистую воду За проявленную смекалку Он был переведен в город На охрану склада стратегического значения Благодаря Бобику Просто квашенцы могут есть спокойно Мой папа – герой санитарного контроля! Дядя Федор А ты руки мыл? Реклама Дякую! Продолжение следует... Продолжение следует... А я, между прочим, в конкурсе участвую За видео редкого бобра ценный приз полагается Старик, тебя ждет не бобр, а лопата Она лежит на грядке и... Вся сияет! Сюрприз! Вы купили новую машину! И сразу же к вам! Хороший агрегат! Дорогая, наверное! Вот бы и мне такую! И не жалко? По-нашему-то бездорожью! Ну, мама срочно захотела в речке искупаться Ура! Да ну вас! Купаться! Сейчас! Только сигнализацию включу Да не волнуйтесь! Мы с Шариком за ней присмотрим Нам еще грядки вскопать надо Да, Шарик? Эх, и вот бы машины бензин давали Как коровы молоко То некоторые только проблемы давать умеют Шарик, ну что ты опять придумал? Ничего ты не понимаешь Наши предки Испокон веков так землю обрабатывали Твои предки по лесам за белками бегали Гаврюша, вперед! Гаврюша, опор! Тоже мне кулибин колхозный За сломанный инвентарь Вычту из твоей зарплаты У меня зарплата есть А че ты ее ни разу не получал? А? Да потому что от тебя расходов больше, чем... Мне кажется Или чего-то не хватает Ну что, машину видишь? Нет машины А родители там? Может, ее папа забрал? Так, Вера полна там и там и здесь И мама с папой тоже А дядя Федор? И дядя Федор здесь Че-то я не понял Значит, точно угнали Неудивительно Последняя модель Как официальное лицо Начинаю Допрос свидетелей То есть, вы утверждаете Что в момент кражи катались на теленке По кличке Гаврюша Получается так Ага А это мы сейчас проверим Подозреваемого Гаврюшу Я уже допросил Так, здесь ничего Молчит наш Гаврюша Продолжим Посторонних на территории Не видели? Видели Жич-то Диктуйте фамилии Я записываю Печки 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 И че, посторонние были? Нет Вы один Я? Это что же получается? Я единственный подозреваемый По инструкции Главный подозреваемый Должен быть задержан До приезда Представителей Власти А я их уже вызвал Матроскин Ты скажешь Ура! Дядя Федор Сбивявшую машину нашел! А мы ее И не теряли Я бобрак зубном увозил Мне папа разрешил Ну, раз все в сборе Пойдемте пить чай А Печкин как же? Да ничего Мы ему завтра Все расскажем Сижу за решетой В темнице Сырой Искорбленный У неволи Орел Молодой А ну, стой, ворюга! Я твой фоторобот Почтой по всем отделениям Почты разошлю О, темноту дали Посмотрите Дорогие друзья Как эти прекрасные раки Деловито ползают В поисках дома Так они ищут укрытия На самом Дом Чтобы зимой Начать выращивать там Свое потомство Удастся ли найти Уютный лимон? На самом интересном месте Говорил же Матроскину Что антенну менять пора А на что? Может, ты, Шарик, знаешь Дерево, на котором Антенны бесплатно растут? Как же мы теперь Мамины выступления Вечером посмотрим? Давайте попробуем Старую антенну починить Тама-тама Тама-тама Вера Павловна Ну, как же так? Одна там и тама у тебя Ну-ка Скажи Мама Там антенна Есть! Открутил Молодец, дядя Федор Шарик, с этой веревкой Ты похож на собаку Которая очень большая будка Ничего ты не понимаешь Это страховка Так все верхолазы делают Между прочим Шарик, поворачивай антенну Надо сигнал поймать В Воронеже 16 В Простоквашино Плюс 25 Ура! И зря говорят Что телевидение Вредно для здоровья Вот, Вера Павловна Твои любимые Мама Приготовила Тама-тама Нет Это место для мамы Тама-тама А там Для там-тамы Тама-тама Нет, ну это уже Слишком Бесполезно Ваши антенни уже раки поселились Зимовать готовятся? Теоретически На машине Мы еще в магазин съездить успеем Это что? Наша машина была? Ага А за рулем была Наша мама Теоретически Это что? Моя косметичка? Это мамина. А для тебя, Вера Павловна, у меня есть подарок. И для тебя, Тама-Тама, тоже есть подарок. Пойдём, Вера Павловна. Мама тебе сказку почитает. Это чтобы лучше видеть тебя, деточка. Вера Павловна, опять с Тама-Тамой. Тама-Тама. 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 Тама-Тама-Тама. Тама-Тама-Тама-Тама-Тама. Мама Да Мама Там-а-там, а ты слышала? Она сказала «Мама» Мама Начинаем большой праздничный концерт, посвященный Дню работников леса Вера Павловна, скажи еще раз Мама Ура, так говорила Так держать, Вера Павловна А еще я хотела сказать, что клетка нам больше не нужна А вот здесь ты ошибаешься Новый год шагает по планете На востоке нашей страны он уже вступил в свои права Улицы Хабаровска и Владивостока заполнены праздничной оверхой И о погоде Из-за резкого потепления снег простокваша нарастаял Паленки и лыжи в ближайшие дни не пригодятся Вера Павловна, не грусти В Новый год снег не главное Сейчас приедут папа и мама И будем дарить друг другу подарки Дорогие мои, с наступающим вас! Как? Вы еще дома? Мы немного задерживаемся Наша мама весь вечер с Дедом Морозом танцевала Потому что наш папа весь вечер снегурчике анекдоты рассказывает Не волнуйтесь, к Новому году обязательно приедем И если мама, наконец, выберет платье Возможно, даже к этому Ничего Мы пока дом украсим И праздничный стол накроем Дома-дома Аааааааа! Ну вот, совсем другое дело. Осталось только главное блюдо приготовить и елку во дворе нарядить. Чур я елку наряжаю. Это же мой год был. Здрасте. Ты что, купил его или в лотерею выиграл? А вы на меня посмотрите. Что видите? Помесь Московской староживой и Рязанской полуживой видим. Кто б говорил, сырник в тельняшке. 2018 год желтой собаки был. Вот и иди под дождь, а я основным блюдом займусь. Так, мне потребуется молоко, сосиски, сыр и хлеб. Перекушу и подумаю, что же приготовить. А я на почту схожу. Узнаю, когда к нам Дед Мороз зайдет. С наступающим вас! Хух, напугал. Чего тебе? Дед Пичкин, не могли бы вы Дедом Морозом побыть? У вас и костюм есть. Какой я тебе дед? Я в этом году на 8 лет помолодел. Как это помолодели? А вот так. В прошлом году мне до пенсии год оставался, а с этого года уже 8. Пенсионная реформа называется. А костюм Моль за лето съела. Лучше бы газеты съела. О, мои рога! Интересно, кто их сюда засунул? И правда, кто же это мог быть? Ну-ка, Матроскин, подержи лестницу. Его елку наряжать отправили, а шарик наш от безделия на стену лезет. Пока мой год не закончился, хочу, чтобы на стене когда висели. Их на прошлый Новый год один олень сбросил. Прямо мне на ногу. Аккуратней! О, дядя Фёдор, ну что, когда Дед Мороз-то придёт? Дед Мороз не придёт. Что случилось? Где Вера Павловна? Мы для неё Новый год спасали, а она в палатке закрылась. Если бы для меня так Новый год спасали, я бы вообще в горы ушёл. Но, кажется, ещё не всё потеряно. Дядя Печкин, давайте мы вам поможем от старых газет избавиться. Ну и вы нам тоже поможете. Каврюша, ко мне! Стоять! Что это там за окном? Это же новогоднее чудо! Думаю, Вера Павловна должна это увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а! Хи-хи! Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Не люблю морков! Снег идёт! А вот это действительно Настоящее новогоднее чудо Ах, как красиво Надо же, и правда снег пошел Может быть, зря я все эти годы Деду Морозу не писал Мама отдохнуть прилегла Так, можно тебя на минуточку? А у меня еще в лесу дела А у меня в коровнике Мы едем выбирать участок Для нового дома Ура! Будет, где моим коровкам разгуляться Эх, какой воздух В банки закатывать можно Ни одного дерева Вере Палме голову напечет Эх, красота И деревьев на все головы хватит Лес со всех сторон Хочешь, чтобы Веру Павловну енота утащили? Слишком влажно Веру Павловну комары искусают Ну, тут все ясно Вера Павловна кубарем в речку укатится Вера Павловна уже не маленькая, чтобы кубарем катиться Мне кажется, это идеальное место Ура! Что ж, дерево у нас уже есть Осталось к нему небольшой дом пристроить С большим бассейном И огромным коровником Ну что, поехали Пока мама какую-нибудь опасность не обнаружит И мы пока здесь осмотримся Молчи, дядя Федор Еще одних поисков я не переживу Пчемик, мы разберемся Я в лесу поведение насекомых Знаешь, как изучил? У меня план есть Ой! Понятно Значит, нужно быть готовым ко всему Короче, план такой Мы пчел из дерева выманим Вход в дупло закроем И все, участок свободен Живите кто хочет А пчелы куда денутся? Да куда угодно Знаешь, сколько в этом лесу дуплов? Или это, дуплей? Дупел в лесу действительно много Вопрос, как их выманить? Да пчелы за своей королевой Куда угодно полетят Я им сейчас такой полет шмеля устрою Нет, Вера Павловна Это опасно Дети остаются дома Матроскин, жми кнопку Полетели! Ну-ка, давай, дядя Федор Ой! Ой! Переходим к плану Б Что за план Б? Бежим! Там, там! Я ж говорил Пчелы новый дом Всегда найдут Классно танцует Идать претендует на новый королев А красом не вышел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эх Давай, дядя Федор Покажем дилетантам Как профессионалы работают Жук, олень Продавщица в молочном отделе Ну-ну! Звуки издавать нельзя Мороженое Мы выиграли Ты не заболел? Сегодня даже меня не угадываешь Да нет Просто играть чего-то не хочется Дядя Федор Я это На твоем Почту проверил Ну и опять залез О! Да, конечно То есть нет Что за девочка? Симпатичная Да так Знакомая У нас во дворе живет Дядя Федор Так ты всего лишь Влюбился Ура! Слава Гиппократу У тебя не чумка Назовем этот торт Жесневая Феерия И никуда твоя Оля От нас не денется Прямо так и сказать Я испек для вас Этот торт Ну, конечно Девочкам хозяйственные коты Нравятся Ну и ребята, конечно, тоже Давай, украшай его Вишенками Дядя Федор Для феерии Одной ягоды Маловато Извини Я задумался Ничего Я еще принесу У меня все готово Дядь Федор Пойдем Покажем Оле Твою храбрость Мы тут с Матроскиным Торт делаем Торт? Ты бы еще В куклы с ней играть Надумал Девочки любят Физически активных Ну там За палкой сбегать Забор перепрыгнуть Грабителя укусить Мы твоей Оле Вероическое видео Отправим Гаврюша Фав Подожди у меня Гаврюша Зовись тебе Куда? На баловство Нету времени Идем Нам еще ватрушки Малиновый Ноктюрн печь Не мешай Матроски Нормальные парни Ватрушки не пекут А дядя Федор печет Он хозяйственный Нет Он экстремал Нет Хозяйственный Нет Он экстремал Хозяйственный экстремал? А я не странно Выгляжу? Даже не сомневайся Дядь Федор Ты ж первый В мире Хозяйственный Экстремал Давай Дядя Федор Только пирог Повыше держи Дядя Федор От плана немного отошли Но видео зачетное получилось Если бы не твой дурацкий трюк Оля бы давно уже дядя Федору стихии писала Нет, Шарик Такой позор отправлять нельзя Простоквашина есть школа? Нет А Простоквашина? В город я теперь точно не вернусь Оля, наверное, думает, что я того Дядя Федор А может мы снимем, как ты, творожную запеканку готовишь? Нет уж Больше я никем не хочу притворяться Я хочу быть таким, какой я есть Дядя Федор Тут тебе от девочки Оли сообщение пришло И что там? Привет, дядя Федор Ты смешно упал через корову Как ты узнал? Привет, дядя Федор Ты смешно упал через корову Классная пародия на городских экстремалов Что? Ты забавный Напиши, когда вернешься в город, сходим в кино Я забавный Я забавный Я забавный! Я забавный! Я забавный! Ура! Дядя Федор снова веселым стал Матрёскин, готовь трамплин Запекалку петь буду Классная пародия на городских экстремалов Матрёскин Только сегодня покупая зубную щетку-фонарик Вы получите в подарок набор вечных лампочек Ага, значит свет в ванной можно вообще не включать Это ж какая экономия получается Но и это еще не все С помощью специальной насадки Здесь вы можете увидеть, дорогие друзья, как растут детеныши дикобраза Шарик, не трожь телевизор, когда там экономию показывают А ну отдай пульт Мы вторую неделю твои телетовары наблюдаем А я, может, детенышей дикобраза увидеть хочу Ежей у нас на ближайшей поляне с утра до вечера показывают А три товара по цене одного ни в одном лесу не сыщешь Да и правда, матроскин, твоими коробками весь дом заставлен А кому еще коробочку? Ура, наконец моя электровилка приехала Ручечку позвольте, я ее из Геленджика привез И какая экономия от этих твоих электровил А такая Я теперь на наматывание макарон время могу не тратить Могу вместо этого коробок своих проверять Гаврюша, доложи обстановку Кстати, это еще и спина чесалка Шарик, будем спасать матроскина от матроскина Сам себя он от магазинов не отключит Пишите сегодня в телемагазине уникальный лод Давай Расчетка фен И ваше волосы вам спасите И в этом доме без моей помощи хоть что-нибудь работает, а? Но не могу же я новые выгодные предложения пропустить Только сегодня в телемагазине уникальное предложение Телекепка и телевидение всегда под рукой Матроскин, матроскин Ты не боишься упасть в этой своей телешляпе? Точно! Спасибо, дядя Федор, что напомнил Ты что, с телевизором на голове? На прогулку собрался? Балдатый Шарик Это специальный жилет Он при падении надувается Похоже, Шарик, случай запущенный Превентивными мерами уже не обойтись Точно? Чего? Дядя Печкин, а вы можете перестать доставлять матроски на его покупки? Может, он их тогда покупать перестанет? Ага, нашли, дурачка Ваш полосатый мою почту в районные лидеры по доставке вывел О, я уже и место под новую грамоту расчистил Ммм, такая большая За огромные посылки, огромные грамоты дает Ура! Моя велокосилка приехала! Это сколько я на ней навелокошу! Матроскин, нам надо поговорить О чем? Нам всем кажется, что ты немного увлекся покупками Что? А то, что пока ты заваливал дом вот этим вот ненужным хламом Твое хозяйство в запустение пришло Да я с помощью этого хлама могу один на ферме работать Без перерыва на обед! Уникальное предложение для всех огородников и спортсменов Это белокосилка! Крути педали и собирай урожай в три раза быстрее Хоп-хоп-хоп! И морковочка в кармане Гаврюша, на помощь! А что, уже яблоки созрели? Несите! Несите что-нибудь! Это снимательное! А может нам матроска снимательное устройство заказать? Через неделю доставят Не надо через неделю Я и сегодня все намеки понял Если кто-то из членов семьи заболел Остальные дикобразы всегда придут к нему на помощь Они дружно помогают набить его норку припасами на зиму И в скором времени семья начинает жить обычной жизнью До новых встреч, дорогие друзья! Некогда каналами щелкать Хочешь, чтобы урожай пропал? В теле Шеляды он мне нравился Больше Тамма-тамма Плохо Очень плохо, катастрофа Нужно что-то предпринять Вари морс, матроскин Мы купим лекарство, прочитаем сказку И там-тамма пойдет на поправку Никогда не думал, что кот может такое сказать Но у нас слишком много молока Нужно что-то делать с излишками Погоди ты, матроскин, со своим молоком У нас дети болеют, а у тебя одни надое на уме Да уж, индивидуальный предприниматель В один пасмурный припасмурный день На одном заброшенном огороде стояла высокая костлявая пугала На голове у него была рваная шляпа А на плече сидел большой черный ворон Добрый вечер Чем я могу помочь? У нас там и дама заболела Лекарства нужны С лекарствами это не ко мне Это к фельдшеру А зачем тогда спрашиваете? Еще и скалитесь Я не скалюсь, я улыбаюсь Поворачиваюсь, так сказать, лицом к населению Новые указания от начальства Всем улыбаться Вот на детях и животных тренируюсь То есть вы теперь вредничать перестанете? Не перестану Я теперь вредничать с улыбкой приду Говорят, что от этого дела лучшие Есть еще какие-нибудь вопросы? Был рад помочь Ждем вас снова в нашем отделении Да, с такой улыбкой дела, если и пойдут хорошо То только не у нас Идея! Вера Павловна, вот тебе карандаш Рисуй что-нибудь веселое Ну как этот, Пикассо Ты уж все нормальные слова отзабыл Одна касса у тебя на уме Ты шарик балбес Законов рынка не знаешь Все, что с улыбкой лучше продается Так и от излишков избавимся Ну, а Пикассо это художник такой Он всю жизнь как маленький рисовал И сосиски любил Хорошо бы нам еще от излишков жадности избавиться Лицом к населению Говорю же, лицом к населению Плохи дела, дядя Пичкин У кого плохие, а у кого в гору У вашего кота на трассе молоко с лапами отрывают А все почему? Потому что у него банки улыбаются Вот и вам бы здесь всем улыбнуться Шарик, ты за морсом следи Ты, Вера Павловна, за там и там Вы, дядя Пичкин, улыбайтесь А я в аптеку за лекарствами Вы меня простите, я пойду Почтальон ведь, он как солнце в непогоду А отсутствует? Да нет, нужен всем! Заберите, заберите ваше молоко Это совершенно не молоко А я вам говорю, товар обмену и возврату не подлежит Подлежит, дайте тебе Этикетка грустная Ну и что, что этикетка грустная? Дети не пьют молоко ваше Ну и что, что дети не пьют? А вы заставьте Что это за продажи такие, если можно обратно вернуть? Дядя Федор, как мне теперь детям в глаза смотреть? Ни репутации, ни доходу А ты улыбнись, Матроскин Какая уж тут улыбка, когда кошки на душе скребут Ой, может, надо три улыбки приклеить Так в три раза веселее будет Ай, хоть сам себе молоко продавай Когда простуда, надо теплое молоко пить Его вообще всегда пить нужно Да Тава, Тава! Ура! Ура! Пришел узнать, как вам качество обслуживания Я смотрю, улыбка нашего сотрудника благоприятно на вас подействовала Что бы там ни подействовало, главное, что все здоровы А наш Вера Полна теперь такие улыбки рисует Вам в самых вредных снах и не снилось Вот я и смотрю, как-то вы не по-нашему улыбаетесь Это потому что от радости, а не для дела Угощайтесь, дядя Печкин Молоко за вредность всегда особенно вкусное Если вас натаскать, вы нормально улыбаться сможете Не надо меня таскать Я негабаритный А улыбку эту я на всякий случай приберегу Для постоянных клиентов Мурка моя все рекорды бьет Столько молочка мы еще не вырабатывали Ну-ка, неведомо прекратите строительные работы По инструкции воскресенье не положено А кому мы мешаем, дядя Печкин? Соседей же у нас нет поблизости А по инструкции с инструкцией спорить тоже не положено Пока к вам бежал, запыхался После праздников что-то поджелудочное шалить стало А зря бежали Я уж закончил Смотри, матроскин Эта штука сделает нас богатыми Ты что, Шарик, за зайцами перебегал? Что это еще за поле чудес на палке? Это гипнокруг Теперь любой человек, что захочу, то и сделает Например, все это молоко купит Он и смешил Может, ты и меня, как гаврушу, себе наживать заставишь? Спорим, заставлю А если не получится, я Да я буду неделю в коровнике убираться Две недели Мой голос Ты слышишь мой голос И выполняешь команды Сиди А теперь ты, Гаврюша И хочешь сено пожевать Ап! Что, поверил Копперфильд, веслоухий? Теперь бери метлу и за работу То есть, как круг свой сделать, ты прочитал А как потом из гипноза выводить, времени не нашлось Так это, там много букв было А может, его обратно крутануть? Ты гений, дядя Федор Перемотаем Печкина на начало Вы больше не Гаврюша Благодарствуйте А то у меня от сена вашего изжога началась Очень большая примесь борщевика Сработало! Позвольте вопросик задать А кто же я тогда? Ну вы... Садовник наш, Евлампий Добрейшей души человек И вообще по дому нам помогаете Точно! Спасибочки Где тут инструменты мои? Матроскин А что, пусть денек Евлампий побудет за вредность? Может, мы Евлампий еще на денек продлим? Хорошо справляется Я не против А ну-ка, стой! Откуда у тебя моя любимая табуреточка, а, бобер? Мне ее Печкин подарил Говорит, так на плотине сидеть удобнее Хе-хе, не могу Добрый Печкин, это что-то А сейчас он молоко ваше раздает Как раздает? Бесплатно! Это молоко нельзя отдавать За ним сегодня покупатели приедут А если у зверюшек лесных денег нету? Кто им поможет? Только добрые люди Я же прогорю! Надо Печкина в себя приводить Ну, пока он себя не забыл Привет, соседи! Здравствуйте! И что это у нас? Посылочка? Ой! А у нас и документов нету Странно Почему-то мне кажется, что так нельзя А ничего страшного Я вам ее и так отдам Ой, а нам заплатить-то и нечем Может быть, печеньку возьмете? Печеньки я не ем Знаете что? А забирайте бесплатно Это же уже совсем не по инструкции А где же расписаться за посылочку-то? Да так берите Я ведомость на почте оставил Это уже совсем не по инструкции А ну отдайте! Без документов не положено! Че? Че это я? Мне же на почте надо быть Коровник сам себя не уберет Две недели, как договаривались Но я же Печкина загипнотизировал А меня-то нет Ну ладно, матрас Баю-баюшки, баю Убежаться я люблю Эй, как там-то? Ермолай! Вон в том углу получишь пройдись Баю-баюшки, баю Убежаться я люблю Баю-баюшки, баю Убежаться я люблю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я, Шарик, не хожу, я руководством занимаюсь Пока дядя Федор влюблен, он руководить не может Он только вздыхать может И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из 36 корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай Ой, я когда в Якутии служил Такие вот корни бивнями мамонта назывались Чего мамонта? Бивень, археологическая ценность, между прочим Ценность, говорите? А Шарик-то наш его выбросил? Не выбросил, а в сторону отложил Мы, археблогеры, свои находки не выбрасываем Экстренная новость Только что в деревне Простоквашино Был найден этот, как его, мамонта Подробнее расскажет известный археблогер Шарик Здрасте Работаю я, значит На археологических раскопках Вижу корень земли Потянул А там, вот этот вот Мамонта Даже северные мамонты приходили в Простоквашино Поесть чудесные травки Которые питаются мои коровки, дающие вот Это вот чудесное молочко Вот оно, это А ну, повесь на место, у меня экскурсия А у меня прямой вид Да ты даже не помнишь, как он называется А я утренний надой почти продал А у меня там зрители разбегаются Так как вам не стыдно? Вечно вы, как кошка с собакой А этот ценный бивень пока у меня побудет А молоко купить? Я его ношу Значит, он мой А потом выбросил А я подобрал Значит, мой Зовите вашего мальчика Он мне расписаться должен Что-то мне эта посылка смутно напоминает А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город неговоритный Девочке Оле на долгую память Что? Дядя Федор, мой бивень какой-то девчонки отправляет! Это мой бивень Пока за получение не расписались Это государственный бивень Отпустите! Это уже девочки Олей бивень Вообще-то это мой бивень А тут раньше наш цирк стоял Ну, шепито Я в нем номер коронной исполнял А Галактион мне, оказывается, завидовал И подпилил бивень, когда я спал На следующий день прямо на арене он и отвалился Детишки испугались Нам срочно уехать пришлось Потом Галактиона уволили А меня билетером оставили Вот, спасибо А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика В интернете подписан Люблю про зверушек лесных почитать И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет Цирки теперь без животных работают А вот детишек Я вдвое быстрей Запускать буду Эх, жалко Больше никто ваш коронный номер не увидит Ну, для одного известного архиблогера Я, пожалуй, сделаю исключение И раз Хупа Хупа Есть works А- mag, пол Сда-нам Эж, тяжело У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-а-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-б Їhillet Шарик, у тебя там что, крыша поехала? Да вроде крепко прибито У меня там отчеты, доходы, расходы, экономное производство А ты тут шум производишь, да гвозди расходуешь Я здесь телескоп прилаживаю Хочу Верпалне луну показать И еще Веру Палну выть научи и блок ногой вычесывать Слезай, кому говорят Не слез Ты, Матроскин, отсюда гораздо меньше, кажется Ты бы просто своими земными делами занимался А меня небесные тела интересуют Вот из-за таких вот мечтателей порядка в хозяйстве нет Дети, я понимаю, что душа просит праздника, но мои отчеты просят тишины Это мы музыкальный номер готовим Хотим концерт устроить Давай с нами Да некогда мне веселиться А что за концерт-то хоть? Весенний? Март же на дворе Послушай, как красиво Эй, дядя Федор, красиво это, когда цифры сходятся Что там? Что там? Март? Рау! Леди и джентльмены Матрошкин блюж А почему мы в машине только грустную музыку слушаем? Ну, не такая уж и грустная Плюс музыка расставаний А мы-то встречаться едем в гости на юбилей Ну, подумаешь, юбилей Пахнем в простоквашины, а? Весна, свежий воздух, душа поет Среди полей, среди лесов Я слышу пение коров Сияла ночь В окно врывались гроздья белые Цвела черемуха, о, как цвела она Тебя любила, тебе шептал Слова несмелые Ты в полночь лунную мне сердце отдала А может, нам нашего барда молоком холодным обдать? Не поможет Это как насморь Лечи и не лечи, разницы нет Пошли, Шарик, отчеты спасать Что было вчера А то забыть мне пора С завтрашнего дня С завтрашнего дня Ни соседям, ни друзьям Никому Мама К нам приехал, к нам приехал Мама с папой, дорогой Здорово, что вы юбилей прогуляли Хотели вам сюрприз сделать А тут нам сюрприз Не переживайте Это на Матроскина Март так действует Это не на него так Март действует Это он мне на нервы действует Наплынули воспоминания Воскресли чары прежни Здрасте Вам посылка Что, и документы не спросите Не, вскрывайте Что за глупый розыгрыш Что за дурацкий день Не дурацкий день А день дурака С первым апреля Как апреля? Очень просто У вас календарь на полтора дня отстает Мои отчеты Все пропало Ничего не пропало Матроскин Нам, Вера Павловна, с там и там И твои отчеты склеить помогли Ура! Рысь отсюда Весна Пора сердец разбитых И разбитых в окон Давайте-ка дом в порядок приводить А может, ну его порядок Пойдемте, я вам лучше луну покажу Пойдемте Мам, уборка подождет Шарик на крыше Телескоп поставим А в деревне луна Совсем не такая, как в городе О, небо! Я такую луну Последний раз На открытке видел Поздравительную Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-워 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ма- adhere controller Субтитры подогнал «Симон»